Рад приветствовать вас на моем канале. Я тут решил вновь окунуться в увлекательный мир аквариумистики. Это первое видео из серии аквариумный эксперимент. Эксперимент, собственно, будет заключаться в том, что аквариум будет служить испытательным полигоном, где я буду проверять, как влияет на рыб и растения самодельные декорации из различных материалов. То есть здесь мы поговорим, из чего можно изготовить декор аквариума, чем покрасить, чем покрыть, чтобы не навредить обитателям. Итак, установку аквариума мы начнем с оформления заднего фона. Такой фон легко можно купить в аквариумном магазине, но я этого не сделал, поэтому фон скалхозил сам из куска картона и двух листов самоклейки. На одну сторону я приклеил ровненько, без порт, без воздушных шариков под самоклейкой, а другую сторону обклеил так себе, потому что самоклейка давно уже валялась на полке и стала немного мятой. Но это никак не повлияет на качество оклейки, так как задняя часть фона обклеилась мной только для того, чтобы он был еще более темный. Теперь отрезаем наш фон по размерам аквариума. Это легко сделать, если аквариум небольшой, просто прикладываем аквариум к фону и срезаем лишнее. После того, как фон отрезан в размер заднего стекла аквариума, обезжириваем фон. Я использую для обезжирки жидкость для снятия лака, которую позаимствовал своей девушке. Кроме этого обезжириваем еще и заднее стекло аквариума, которому мы будем приклеивать фон. Клеится все просто, по старинке, на глицерин. Конечно же, аквариум должен быть вымыт, без химических средств и просушен. Выливаем на внешнюю стенку немного глицерина, размазываем, чтобы более равномерно покрыть стекло глицерином. Далее накладываем отрезанный по размерам аквариумный фон и разглаживаем шпателем до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха из-под фона. Обязательно нужно закрепить края фона на гранях аквариума, чтобы в будущем туда не попал воздух, вода и не произошла отслойка фона. Чтобы все это проделать, воспользуемся старой доброй изолентой. Можно использовать скотч, но вот как не очень. Вот фото того, что у нас получилось. Теперь немного о затратах и о том, какое оборудование будет установлено в этот аквариум. Бюджет 3000 рублей. Этого хватило, чтобы приобрести банку 20 литров, фильтр-аэратор, лампу и грунт для аквариума. Банка без крышки. Не люблю крышки на аквариумах. Но, возможно, в будущем все же придется сделать крышечку. Все зависит от того, каких рыб я туда запущу. Такая вот простая лампа. В принципе, самая дешевая, что было в магазине. Есть, конечно же, недоработки. Как видите, этот провод не очень хорошо закреплен. Сейчас мы этот косяк попробуем исправить с помощью нашей любимой изоленты. Легкие аквариумы. Фильтр-аэратор самый дешевый и маленький. Но для этого аквариума его вполне должно хватить. Оборудован также системой дождь. Это, конечно, прикольно, но при продолжительном использовании жесткой водой, а у нас она именно такая, клейка забивается, струки воды слабеют, а перспектива чистить все это в будущем меня не плещает. Поэтому я поставлю старый добрый аэратор. После обклейки и доработки лампы произведем установку всего оборудования. Примерно вот так все это выглядит в сборе. Позже, я считаю, необходимо будет установить еще подогрев и термометр. В следующих выпусках займемся изготовлением декораций для аквариума. Поговорим из каких материалов их можно изготовить, какой краской покрасить, какими лаками фиксировать краску. В общем, впереди много интересных экспериментов, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю за внимание. Успехов!